Всем привет, с вами Оля. Сегодня у меня такое немного незапланированное видео, потому что я случайно и незапланированно оказалась в новом огромном гипермаркете парфюмерии косметики Золотой Яблоко, который открылся у нас недавно в Нижнем Новгороде. У меня есть покупки, про которых я вам расскажу, конечно же, в конце видео. Это полноценные флаконы, их целых три штуки. К покупке мне дали два полноценных пробника, очень таких интересных, которые мне хотелось попробовать. Я вам расскажу, конечно, свое мнение. И у меня очень много блоттеров, которые еще отчетливо пахнут, поэтому пока они пахнут, я с вами поделюсь, наверное, своими эмоциями. Возможно, вам будет это актуально. Да, поехали. Сразу хочу сказать то, что перепробовала много и много из того, что хотелось попробовать, хотелось послушать, хотелось даже, наверное, купить вслепую, оказалось мимо. Это очень хорошо, это тоже достаточно положительный опыт, поэтому я очень рада данной прогулке и, да, как уже сказала, делюсь с вами. Первые три аромата, про которые я вам расскажу, это все та же наболевшая моя тема, профимерия, бильем, что ли, она как-то вот такие очень красивые флаконы. Все вам подпишу, да, и все ссылки оставлю также под видео. Привлекают внимание, привлекают внимание названия ароматов, и они такие многообещающие, но по факту, сколько я их перепробовала, они все либо вторичные уже, то есть что-то уже мы где-то слышали, где-то видели, либо, ну вот как здесь. Давайте по порядку. Про те ароматы, наверное, которые я уже пробовала в пробниках, я вам расскажу позже. Вот сегодня у нас, значит, Poets of Berlin, также это общее впечатление от марки, да, как я уже сказала, это приятно, но нет никакого позыва купить, тем более ценовая категория у этих ароматов достаточно небюджетная. 100 миллилитров аромата стоит за 10 тысяч, 50 в районе, по-моему, 6, нет, 8, наверное, даже, 18 миллилитров, также там около 6, я могу путать, но ценовая категория достаточно небюджетная. По этой берлина достаточно приятный такой ягодно-цветочно-ванильный аромат, про который, да, вот на блотере уже даже и, наверное, нечего больше сказать, потому что в нем не осталось ничего того, что могло бы зацепить. И то же самое, скорее всего, будет на коже, когда весь сок, вся краска от аромата уйдет, и на коже останется вот такая вот черничный ваниль, по-моему, в пирамиде черника. Конечно же, это такие эмоции блотерные, это эмоции в спешке, эти эмоции могут совершенно разниться, когда ты наносишь аромат на кожу, это про все то, что я вам сейчас расскажу. Но есть те, которые прям очень зацепили даже с блотеров. Bodypaint. Аромат такой, перченый, да, в пирамиде, по-моему, там разновидности различных перцев, и чили, и красный он тоже, по-моему, чили, и не буду сейчас не путаться сама, не путать вас. Да, он такой перченый, специевый, и опять же, на блотере это остается как-то не совсем внятно, и когда ты распыляешь, в принципе, нет так же какого-то эффекта вау. И, знаете, вот такого позыва, как я уже сказала, купить и носить, так же не совершилось. Возможно, надо было пробовать на коже, но это уже, какие по счету, практически уже я много ароматов перепробовала в марке, и вот такие эмоции. И Lilac Day. Чудеснейший, прекраснейший аромат на тему сирени, Lilac, да, также какие-то влажные белые цветы, нежнейший такой весенний букет, но все это уже было, и все это можно найти в менее дорогой ценовой категории, поэтому также я, наверное, сказала бы ему нет, но вот, в принципе, Lilac Day, возможно, заимел бы в коллекции, если бы подарили, или если бы, я не знаю, было бы чуть дешевле. Так, дальше у нас что? Попробовала липстик FIVA от Джульетты, и тут у меня тоже какой-то провал, но здесь я грешу на то, что, скорее всего, его надо было распылять, опять же, на руку. Я здесь не чувствую ни помады, ни малины, на блотере остался только амбраксан, в нем даже с самого начала не почувствовала никакой сочности, никакого заявления на то, что это какой-то прям такой аромат вау, аромат бомбы, хотя я его очень давно потенциально хотела. Ну, также вот очень так эмоции попробовали, и ладно, пусть будет. Попробовала новый пятый эксцентрик, который также, такая у него бурная пирамида, там, и, по-моему, и инжир, и дерево, и какие-то такие сладко-фруктовые ноты, но на блотере остался вот просто-просто-просто эксцентрик, просто молекула. Ну, это, наверное, опять тот же вариант, когда надо все-таки было пробовать на коже, но также вот ничего такого нового для меня пятая версия не произвела никакого нового впечатления. Это ароматы для любителей, ароматы для любителей амброксана, для любителей таких вот молекулярных ароматов. Они, да, имеют место быть, многие их любят, многие носят, но мне как-то вот, ну, не надо оказалось. Также попробовала два аромата от Amouage, Mimosa. Это тушистый букет Mimosa, это очень приятно, женственно, так как-то тонко-соблазнительно, очень по-весеннему, но, опять же, те же самые эмоции, вот именно Mimosa, мне кажется, она такая, такой цветок, вот здесь практически моно, он здесь практически моно, и мне кажется, это простит сам аромат. И Amouage, даже аромат на тему той же самой сирени, господи, забыла я, как он называется, это сиреневый у меня есть, он настолько глубокий, настолько многогранный, настолько интересный, я его очень люблю. Но вот Mimosa, ну, Mimosa в более бюджетной ценовой категории также есть достойные ароматы на эту тему. Я просто начала с тех ароматов, которые Mimosa, не всё будет так печально, потому что есть те, которые прям очень понравились, и которые достойны появиться, возможно, когда-нибудь в коллекции. Также попробовала один аромат, там был целый стенд, но у меня уже просто была куча блотеров, и я решила прикоснуться именно к ирису, и Орис Тату, это Parle Mois de Parfum. Это ирис для любителей ирисовых ароматов, но по мне он настолько скучен, и мне бы хотелось в нём больше помадности услышать. Здесь же он такой прям вот, мой нос никак не может зацепиться за что-то, и это не тот аромат, который бы я хотела, хотя в такой вот категории нюдовых, свежих, чистых ароматов для любителей ирисов, он, конечно же, будет также хорош. Так, что у нас дальше? Дальше у нас аромат от Lowe, 001, по-моему, Woman он называется. Это прикольно, это аромат, кстати, мне показалось, на что-то похожее, когда я начала анализировать. Это аромат в духе, в духе, в духе, в духе Santal 33 Le Labo. Ну, естественно, то, что Lowe чуть подешевле, поэтому, кто хочет, возможно, такая направленность может быть подчеркнута именно в парфюмерии Lowe. Также он мне напомнил Sarah Jessica Parker, который сейчас, кстати, в летуальной распродаже, такая вот солновато-пряная какая-то сандаловая композиция, без лишней сладости. Кому-то, кстати, он напоминает Santal Blush от Тома Форда. Я её, к сожалению, не знаю. Возможно, это та же направленность, такая вот пряно-солёная, совершенно стопроцентный аромат унисекса. Я не знаю, почему он именно Woman. Это то, что, да, приятно. Это то, что я бы, наверное, купила, если бы у меня не было, допустим, Sarah Jessica Parker, или есть у меня также от Zara аромат Scent, как это он называется, по-моему, до сих пор продаётся, который полностью копирует аромат Santal 33 от L'Ola Bo. Так что мне не надо, но кому вдруг надо, присмотритесь. Да, это достойно. Так, дальше я, наверное, пойду по тем ароматам, которые мне приглянулись и которые прям вот заслуживают внимания. Давайте, раз уж мы с вами говорили про Amoage, попробовала Blossom. Вот как раз Blossom мне нужен. Blossom мне приятен, Blossom плотный, Blossom цветочный, но он пудровый, сладкий такой, очень манящий. В нём однозначно есть какие-то такие завлекательные, гурманские ноты, что-то алкогольное, немного замшевое. То есть этот Blossom, Blossom Love, по-моему, он называется, не так просто, как казалось бы. И вот если сравнивать их с Mimosa, то этот, конечно, однозначно выигрывает. Mimosa, вот как я уже сказала, мне показалась немного проста. Здесь же достаточно такой яркий, плотный, интересный букет, поэтому этому я говорю однозначно да. Также попробовала новый аромат, тот Фрэнк Баклит Винил. Он мне что-то напоминает то, что либо у меня есть в коллекции, либо я знаю. Это опять тот аромат, который сладкий, плотный, яркий. Однозначный аромат унисекс на гурманско-алкогольную тему. Это виски с Coca-Cola. По-моему, в пирамиде так и есть такое сочетание нот. Вот, жаркий такой, вот очень сладко-алкогольный. Я сейчас прям вот в судорогах пытаюсь вспомнить, что же он мне напоминает. И он достаточно ярко сидит сейчас на блотере. То есть, с момента того, как я распылила его на эту бумажку и сижу сейчас перед вами, прошло часа три. Это точно. Если не больше. Возможно, даже больше. То есть, я подозреваю то, что стойкость у этого аромата просто бомбезная. Вот прям очень классный. Класс. Очень классный класс, да. Также попробовала аромат Bubble Bass от Maison Martin Margella. Я вообще положительно отношусь к данному парфюмерному бренду, потому что это тот парфюмерный бренд, который мне практически всегда по душе. И это аромат на тему свежести, такой настиранности, чистоты. Но достаточно, не помню, сказала нет, но свежий. Свежий. Это на самом деле какие-то такие мыльные пузыри, но без мылкости, без мыльности, без... Именно аромат не замыливается, а свежесть такая звонкая, бодрая, искристая. Аромат понравится тем, кто любит Bayreda Blanche. Те, кто любит тот же самый Lazy Sunday Morning от этой же марки. Я вот точь-в-точь его не помню, но у меня, кстати, есть где-то пробник, но вот тема у них одна. И вот не скажу то, что прям вот сильно-сильно хочу, но мне такой приятный, мне такой очень нравится. Дальше я попробовала аромат от, господи, как это называется, Марфа, мема Марфа. Он также мне что-то напоминает, не могу вспомнить что, но что-то очень приятное. Возможно, даже похожий аромат у меня есть. Мне почему-то кажется, не аромат ли от Роберто Пеге и Фракас. И там, и там у них, по-моему, в пирамиде Тубероза такая яркая, жирная, маслянистая. Но настолько женственная, настолько привлекательная. Приятный, очень понравился. Я так же не знаю, прям вот не супер виш-лист, но, по крайней мере, я его для себя отметила. Так, что же у меня еще здесь? У меня еще здесь Цедр Атлас от... Боже, дай мне память вообще вспомнить все эти названия. От Илье Колон. Я много раз видела, слышала то, что это чуть ли не аромат бестселлер у них. Но как-то вот название не привлекало. Ну, Цедр, ну, Кедр. Ну, что может быть такого привлекательного в Кедре именно для женщины? Я, когда его попробовала, я поняла то, что его я точно хочу себе. Да, это 100% так. Здесь кедровые, возможно, вот эти ноты, но они переплетены с таким вот очень женственным мускусом, который похож на мускус. И на фрагрантике также сравнивают похожесть с ароматом Авентус от Крит. Они, конечно же, разные, но вот этот вот мускус такой шершавый, немного такой, как сказать, даже махровый, очень приятный на ощупь. И когда вы нюхаете, прям вот дыхание задерживаете, чтобы подольше насладиться вот этим вот именно послевкусием, наверное. Потому что здесь у меня уже на блотере остатки, это уже база, скорее всего. То есть, поначалу он более сочный, но вот эта вот база настолько женственная, настолько соблазнительная, опять же, настолько вот мне, по крайней мере, это приятно. Я не знаю, может быть, это и не мускус, а именно сам белый кедр, как вот в пирамиде нам пишут, то, что это белый кедр. На самом деле, вот какая-то вот структура такая ворсистая, бархатистая, махровая. Я не знаю, вот я нюхаю, прям вот мне шершаво, шершаво в носу. В пирамиде чёрная смородина и абрикос, то есть сам по себе аромат такой вот объёмный, глубокий. Я не знаю, как он по стойкости, но, по крайней мере, опять спустя 3-4 часа он ещё на блотере, он достаточно ярок. Многие из тех ароматов, про которые я вам рассказываю, намного скучнее сейчас пахнут, так что это прям вот классно. Знаете, наверное, вот, в принципе, и всё про всё, что я вам хотела рассказать в плане блотеров. Ещё у меня есть один блотер, но мне его положили сюда в качестве презента. Я вам сейчас покажу, что же я купила. Что же я купила, конечно, я нюхала намного больше, но остальное, я думаю, пусть останется за кадром, чтобы не перегружать вас такой, в принципе, достаточно поверхностной информацией. Я надеюсь, что она кому-то хоть как-то пригодится. По крайней мере, для себя я сделала какие-то выводы, и я очень этому довольна. Положили мне в подарок вот такой вот аромат, немного он тут не примялся, от Нарцисса Родригес, который амбровый, новый. И знаете, мне он, также его очень хотел попробовать, потому что Нарцисса Родригес – это та марка, к которой я отношусь очень тепло, и мне многое нравится, многое есть в коллекции. Этот показался вторичным в том плане, что очень похожим на его уже старшего, наверное, брата в версии пудр. То есть, это пудра, только этот немного как будто послаще и покрасочней. Всё. То есть, если вы... Ну да, послаще, всё-таки послаще. Пудра, наверное, какой-то более скудный на сладость. Здесь же сладость такая более озорная, более яркая. То есть, если вы любите пудр, скорее всего, этот вам также понравится. И я, кстати, пудры у меня в версии нет, так периодически к нему подкрадываюсь. Я не купить ли мне его в коллекцию, но, в принципе, пудровых ароматов достаточно, и как-то вот всегда покупка откладывается. Возможно, даже вместо... Блин. Возможно, даже вместо пудры я бы купила вот такой вот амбровый вариант. Я его ещё поношу на себе, посмотрю, как он будет раскрываться. Но, я думаю, посыл вы поняли. Вот, если любите пудру, то к этому также присмотритесь. И, да, положили мне, спасибо большое консультантам, новый аромат от Ангела, Анжел Нова. Ну, он у меня здесь на блотере. Я его также нюхала в магазине. Я с ним ехала в машине. Мне он показался каким-то таким не мюглеровским, а совершенно не ангелом. Это прекраснейший, сочный, фруктовый компот, которых миллиард. В нём не осталось, мне кажется, какой-то такой вот мюглеровской изюминки, который выделяет, допустим, его ароматы из толпы. И это просто сладко-фруктовое. Это, да, приятно. Я ничего не могу сказать против. Я не буду, наверное, его сейчас распылять, потому что он у меня отчётливо слышен на блотере. Мне кажется, у этого аромата стойкость будет просто запредельной, потому что он очень-очень ярок остался, несмотря на дорогу домой. Ну, вот, да, такие эмоции. В нём нет какой-то ДНК, ангела ДНК Мюглера. Вот какой-то он такой вот немного безликий, что ли. Мои эмоции поверхностные, мои эмоции первые. Я, опять же, ещё поношу, разношу. Ну, вот, первые эмоции, они тоже бывают интересные и полезные. Что-то нравится с первого раза, что-то с первого раза отталкивает. Ну, это приятная, вкусная композиция, которых, как я уже сказала, очень-очень много. И, наверное, я пока воздержусь от приобретения данного аромата. Всё, дальше мы с вами переходим к покупкам. У меня здесь три флакона, и я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнём, наверное, вот с этого очень бюджетного малыша, которого я также давно хотела купить в свою коллекцию, но как-то всё откладывала покупку. И, в принципе, цена на него в Золотом Яблоке та же, что и в Литуале. Либо в любом интернет-магазине, где, в принципе, парфюмерию можно купить на порядок дешевле, чем где-то в магазинах оффлайн. Поэтому я его взяла, так как я была с ним знакома. Это покупка не спонтанная, я его даже не стала там пробовать. Флакон новый, запчатный. Я имела пробник и имела счастье его носить. Это абсолютный клон аромата от Bayreda Blanche. Возможно, если вы любитель и носитель аромата от Bayreda, вы найдёте нюансы. Возможно, я их когда-нибудь найду, когда приобрету себе Bayreda Blanche. Но, знаете, как-то вот после вот этой покупки, батюшки, я даже не видела, как он выглядит на самом деле, вживую никогда этот малыш. Здесь 30 мл, он обошёлся где-то в районе 1800 рублей. Это тот аромат, который практически полностью, наверное, повторяет этот нишевый аромат. И мне, наверное, другого и не надо. Я буду носить с удовольствием и радоваться жизни. Благо, что теперь он появился у меня в коллекции. Аромат, ну, если вы знакомы с Bayreda Blanche, вы, наверное, знаете про что он. Если вы не знакомы, я вам расскажу про что маскина. Аромат на тему чистого, аромат на тему, как вот Bubble Bass, как я рассказывала немного ранее. Конечно же, они разные, но тема у них одна. Чистая, белая, очень лёгкая, воздушная. Но это не нюд, это не тот аромат, который только для вас. Это достаточно яркий аромат на тему чистоты. Чистоты звонкой, чистоты такой летящей, чистоты очень тонко шлейфовой. И это классно. Здесь яблоко, здесь белая смородина. Кстати, это один из немногих ароматов, где я отчётливо слышу именно ягоду белой смородины. И это ещё больше привлекает, во-первых, к аромату, да, и, конечно же, сподвигло к покупке. Он сочно-фруктовый, с таким вот очень выбеленным, настиранным, выглаженным мускусом. Здесь же как а с мускусом, он без шероховатости, а такой вот наглаженный, атласный, да. Хотя, наверное, в атлас-цедре должно было быть данное описание, но нет. Здесь вот как раз он такой скрипучий, такой немного на тему стирального порошка. Но это ни в коем случае не негативный факт, а наоборот. Он настолько вот освежает, настолько он звонкий, настолько он придёт какой-то лёгкости, что, ну, мне очень нравится. Я, знаете, опять же, не носитель, и у меня нет в коллекции аромата от Бореды, но я его несколько раз пробовала, и, возможно, в старте они разные, возможно, в процессе носки они немного разнятся, но общее впечатление вот этой вот настиранной порошковости у них одно. Так что, если такое любите, либо, возможно, очень хотите, но у вас там финансы поют, романсы, да, такое часто бывает, и если есть возможность купить аромат намного дешевле, а смысл один, ну, это ваше уже мнение, кто пользуется Бореда Бланш, любит его, конечно же, носите на здоровье, никто у вас этого счастья не отнимет, но вот у кого нет такой возможности, присмотритесь, прям вот, не знаю, по мне так это очень классно, тем более за такую бюджетную цену. Так, и следующий у нас аромат, это два аромата от марки Comptoir Sud Pacific, и это те ароматы, которые я попробовала в магазине, поняла то, что без покупки я не уйду. Это, давайте начнем, наверное, с аромата Matin Calin, я про него знала уже давно, давно-давно, как-то его потенциально всегда размещала в свой виш-лист, и как-то у меня не складывались никогда карты, ну, не знаю, такое бывает, то, что какие-то другие хотелки перебивают, либо, когда ты настроен купить, его не бывает в наличии. Сегодня все карты сошлись у меня в руках, мне его удалось попробовать, то, что я его знала только по отзывам, мне сразу понравился, просто безоговорочно, мне понравилась на него цена, у меня 30 мл, он вышел в районе 3000 рублей, то есть это также прям вот приемлемая для него цена, в интернет-магазинах, в самых таких бюджетных он стоит примерно так же, но там вы еще будете платить за доставку, то есть то на то и выходит. Покупка крайне удачная, бюджетная, не все ароматы там можно покупать за такие бюджетные цены, допустим, тот же самый Амуаж, там, ну, достаточно дорого стоит, поэтому только понюхала, ну, вот такие вот ароматы, Комтуар Сют, Тири Мюглер также можно посмотреть, и Майзон Маржелла там очень много было формата, Тревел флакончиков также можно себе приобрести. Да, мы немного отвлеклись от этой чудеснейшей манной каши, которая меня просто утопила в этой неге, в своей неге, да, я унеслась куда-то в детство, и я поняла то, что это просто счастье во флаконе. Это манная каша, сгущенка, и какое-то такое очень трогательное утро в кругу семьи, когда тебе 5-6-7 лет, и у тебя нет никаких проблем, ни забот, и вокруг просто мир чудеснее не бывает. Сочетание манной каши со сгущенкой, это не самое, наверное, вкусное блюдо, которое можно попробовать, то есть есть бы я такое, скорее всего, не стала, но обонять это крайне приятно, и я не знаю, что здесь может быть еще в пирамиде, там, по-моему, у нас есть сандал, сгущенное молоко описывают как сахар с молоком, манки, как и в помине, там, такой ноты, конечно же, нет, но это, правда, пахнет манкой и сгущенкой. Я просто, вот знаете, сижу сейчас в мурашках, потому что я погрузилась в счастливое детство свое, и это не утро в садике, где пахнет все намного как-то тревожней, и до сих пор, когда вожу ребенка в садик, и вдыхают эти садиковскую еду, аромат садиковской еды, до сих пор вспоминаю свое детство, когда, ну, да, какое-то такое состояние тревоги, состояние неуверенности тебя отдают, и не знаю, когда придут, потому что забирали не рано, отдавали рано. Здесь же нет, вот именно такое солнечное, возможно, зимнее морозное утро, я просто балдею, так что кому надо, присмотритесь. Кстати, там очень был большой ассортимент у них ароматов Кумтуары, но я вот два попробовала, поняла то, что если я начну пробовать дальше, я просто останусь без кошелька. И этот аромат, это у нас Амур де какао. Я вообще обожаю, как пахнет какао, я обожаю этот запах как просто в жизни, но мне кажется, многие любят, как пахнет, что кофе, что какао, такие напитки, они не могут оставить равнодушными никого. И в парфюмерном плане какао я тоже очень сильно люблю. Так, это у нас чистый блотер. Поэтому, когда я понюхала и это очень-очень какао, схватила его и всё, пошла я удалилась из магазина с покупками и напробовав всего очень вкусного. Какао ярко выраженный. Какао, он, знаете, он и заварен в кружке, такой уже напиток. То есть, это напиток горячий. Вы его и пьёте вам вкусно, вы его и нюхаете. То есть, от него исходит очень вкусный аромат. И плюс ещё, скорее всего, вы едите какой-то десерт, какой-то бисквит, который посыпан сухой-сухой и какао, и шоколадной крошкой. То есть, здесь шоколад такой вот, он такой же консистенции, как и какао, рассыпчатый, и прям вот превратили его в такую вот пудру, шоколадную пудру. Возможно, это вообще даже смесь пудры шоколадной, пудры какао. Он очень, конечно, напоминает ревнивый шоколад от Монталь, но я бы сказала, всё-таки Монталь, он больше такой, прям более ядрёный, более въедливый, от него очень быстро устаёшь. У него есть какая-то такая вот прям очень навязчивая, забудробительная нота, которую очень сложно выносить целый день, при всём при том, что он такой достаточно стойкий. Поэтому, да, он у меня тоже есть, я им прям вот практически можно прикоснуться, и всё, не дай бог сделать пшик, вы просто задохнётесь. Этот же он намного пудровей, и намного, мне кажется, будет спокойней. Поэтому, вот если любите такое направление, также можете присмотреться. Ну, знаете, ароматы игрушки такие, они не совсем, наверное, серьёзные, в плане того, что вот такие на кондитерские, очень сладкие, очень такие вот какие-то темы, на тему воспоминаний из детства, на тему воспоминаний, возможно, про какие-то праздники. Вот это вот будет очень классно, допустим, к Новому году, под ёлку. Такие вот очень сладкие, приятные, именно вот носу ароматы. Возможно, так пахнет дома, когда кто-то печёт какой-то такой вот пирог шоколадный, посыпает его потом какао. Ну, это уже, знаете, воображение каждого, как оно сыграет. Я очень довольна покупками. Ещё раз повторяюсь, их достаточно в наличии на сайте, поэтому, если вдруг вам хочется попробовать что-то, можете либо сходить в своё ближайшее, либо заказать на сайте. Я вам оставлю ссылки на всё то, попробую оставить ссылки на всё то, про что я вам говорила. Вы можете также это приобрести онлайн. Не выходя из дома, вам привезут домой и будете радоваться жизни. Так что вот, очень я довольна сегодняшним набегом. Наверное, сегодня буду завершаться. Если есть что сказать внизу, жду вас внизу в комментариях. Уже вся заговорилась, потому что я уже задним умом думаю, чем же мне сейчас надушиться. Я очень хочу надушиться манной кашей. Прям вот манной кашей очень хочу надушиться и сделаю прям это при вас. Вас жду внизу в комментариях. Подписывайтесь на соцсети. Наверное, трёх пшиков хватит, потому что я не знаю, какой будет себя вести в раскрытии. Всё, заболталось. Всех люблю, целую. Пока. До новых встреч.